Уважаемые друзья, пожалуйста, подписываемся на канал, и поддержите его лайком, а я приветствую вас на моем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим доказательства того, что возраст сфинкса и пирамид занижен как минимум вдвое. Джерри Кеннон уже склонялся к тому, что временные рамки строительства трех больших пирамид, а также сфинкса намного тысяч лет старше, чем многие из нас привыкли считать. Он также обнаружил неизведанный курган на плато Гиза, где, вероятно, похоронен другой сфинкс. На стеле мечты, которая расположена между передними лапами сфинкса, наверху изображены два льва. Очевидно, никто, кроме Джерри Кеннона, не заметил, что сфинкс по правую руку явно имеет женские черты, а по левую – мужские. Есть много других примеров древнеегипетского искусства, на которых изображены два сфинкса мужского и женского пола. Это особенно странно, потому что львы на стеле мечты лежат спина к спине точно так же, как и на иероглифах, представляющих Акера и Хефре, львов вчерашнего и сегодняшнего дня, и обычно считается, что оба они мужского пола. Египтяне верили, что после захода солнца, оно проходит через туннель внутри земли, а рассвет наступает, когда солнце встает утром после выхода из другого конца туннеля. Акер, как два льва, охранял оба входа в туннели. Поэтому у дверей дворцов и гробниц часто ставили двойную статую льва, чтобы охранять их от злых духов, точно так же, как китайские собаки в Фу охраняют храмы и дворцы. Возможно, львы на стеле мечты охраняли вход в сфинкса, который вел вниз, к обширному подземному комплексу храмов и туннелей. Нам достаточно взглянуть на иероглиф, чтобы понять, смысл львов на стеле мечты. На протяжении веков люди догадывались о существовании сфинкса женского пола, и есть эскизы, относящиеся к 16 веку, на которых изображен такой памятник. Причина этого, возможно, не имеет ничего общего со стеллой мечты львов, а заключается в том, чтобы поместить богиню Сехмет с львиной головой в рамку горы Гиза. Он также обратил внимание на другие произведения древнеегипетского искусства, изображавшие сфинксов мужского и женского пола. В древнеегипетской системе верований существовали два горных льва. Значение, стоящее за ними, объясняется новой книге. Возможно, он нашел второго сфинкса. Его ситуация и проблемы, с которыми Джерри столкнулся, пытаясь снять паранджу песочного цвета, покрывающую голову, полностью описанный во второй части. Мы согласимся с тем, что сфинкс, должно быть, был вырезан из естественной скалы в далеком прошлом, поскольку огромные следы эрозии и линии вокруг тела могли стереться только после многолетних тропических ливней или когда море захлестывало плато Гиза тяжелыми волнами. Еще одна причина эрозии сфинкса по сравнению с незначительной эрозией пирамид заключается в том, что сфинкс расположен примерно на 60 метров ниже пирамид, там вода оставалась бы дольше, когда плато было затоплено. Джерри Кеннон хочет сказать, что тот, кто вырезал сфинкса, должен был видеть огромную скальную породу, чтобы рассчитать размер, при котором его можно было вырезать. Следовательно, этот холм не мог быть покрыт песком. Скорее всего, его обнаружили в то время, когда климат плато Гиза был плодородным или, возможно, даже тропическим. В таком случае, до появления там древних египтян прошли бы тысячи лет. Возможно, это было до наступления последнего великого ледникового периода или так называемого Великого потопа, который мог произойти, когда растаял лед. Такое время было по меньшей мере 12500 лет назад. Несмотря на это, ведущие египтологи пошли на многое, пытаясь дискредитировать такие временные рамки. Почему египетские археологи и египтологи настолько непреклонны в своих убеждениях, что не могут непредвзято относиться к происходящему и признать, что они могут ошибаться? Возможно, это потому, что любые свидетельства, доказывающие, что древние египтяне не строили три главные пирамиды на плато Гизы и не вырезали сфинкса, несомненно, изменили бы ход их истории, а также дискредитировали бы их труды об этих памятниках. Хорошо жить и давать жить другим, уважать тот факт, что у других такие сильные убеждения, что им трудно принять правду, но когда они фальсифицируют имена и уродуют памятники только для того, чтобы привести их в соответствие с этими убеждениями, это выходит за рамки допустимых действий. Что на самом деле изображено на картушу Хуфу? Мы раньше видел фотографию картуша, предположительно найденного в Великой пирамиде Говардом Вайсом в 1837 году, кроме как подозревали, что его поместили туда рабочие, проводившие реставрационные работы во времена фараона 4-й династии, которого, согласно этому единственному картушу, звали Хуфу. Только когда они взглянули на списки царей по имени Хуфу и фараонов, которым приписывают строительство двух других больших пирамид в Гизе, он заметил очень серьезную аномалию. Практически у всех царей Египта было божественное имя, которое, подобно христианскому имени, стало частью их полного имени, и во всем династическом Египте единым богом был Ра, которого считали солнцем. Это имя бога сохранилось даже сегодня в таких именах, как Рахиль, Ребекка и Ральф, как и имя другого египетского бога Иих или Ях, которое мы находим в Иакове, Иеремии и Исаио. Когда он просмотрел список царей Абедоса, имя бога Ра появилось в длинных рядах картушей. В первых двух строках этого списка по меньшей мере 40 картушей с очень узнаваемым простым солнечным диском во главе названия. Легко узнать Джедифре, которого называют преемником Ху-Фу, а также Хафре. Итак, у предыдущего картуша должно было быть название, начинающееся с диска, заполненного штриховкой, но это не так. У него такой же простой солнечный диск, как и у всех остальных, с именем бога Ра. На самом деле этот картуш произносится как Равш, совсем не похоже на Ху-Фу, как они хотят нас убедить. Как мы можем видеть, параллельные линии тянутся от одной стороны круга к другой, и их всего пять. Ни в одном из найденных ими списков царей нет ни одного картуша с этим иероглифом, и все же это картуш, предположительно найденный Говардом Вайсом в 1837 году в Великой пирамиде, и это единственный предмет, на основании которого каждый египтолог утверждает, что построил его царь по имени Ху-Фу. То, что мы видим здесь, совершенно другое, поскольку для начала есть два иероглифа перепелиный цыпленок, представляющие букву W. А солнечный диск выглядит так, как будто была попытка провести пять параллельных линий, но все, что у нас есть, это три крошечных штриха. В любом случае, это не один из двух картушей, которые Вайс скопировал из какого-то другого источника в свой дневник. На одном из его грубых рисунков на солнечном диске изображена капля, а не одна линия или штришок, именно это он представил в качестве доказательства названия Ху-Фу. Только после того, как они заметили это, что другие заметили обман раньше их, и один честный исследователь, Скотт Крейтон, опубликовал свою книгу «Мистификация Великой пирамиды» в декабре 2016 года. Один из членов команды, сопровождавший Вайза в пирамиду, не захотел иметь ничего общего с тем, что происходило на его глазах, и немедленно покинул команду. Потомок Хамфриса Брюера утверждает, что его предок видел, как использовали краску, это может быть единственным объяснением того, что сегодняшний картуш в Великой пирамиде имеет отличающиеся отметки на солнечном диске от рисунка, который сделал Вайз и утверждал, что видел. Кто-то в последние годы попытался придать иероглифу больше сходства с буквами Каха. Поскольку список королей Абеджи был внесен в погребальный храм Сеты первого около 1279 года до нашей эры, он попытался найти более ранний список королей, и там есть список под названием «Доска для письма» в Гизе, который датируется пятой династией. Следовательно, это самое большее на два столетия позже, чем имя короля, о котором идет речь. Еще раз, у нас есть то же имя, которое фигурирует в списке королей Абеджу. Эти картуши расположены в несколько ином порядке, Реф, Кхавр и Джедер, и единственное очевидное отличие, прямоугольный иероглиф буквы «Ф» в верхнем картуша вместо иероглифа рогатой гадюки, который мы видим в списке Абедж. Точка на солнечном диске часто вставлялась вместо имени Бога Ра. Это никак нельзя было прочитать, как Ху-Фу. Все это ставят под большой вопрос характер Говарда Вайза. Было установлено, что он был коррумпирован и подкупил себе дорогу в парламент в 1807 году, и подкупил египетского Пашу в 1837 году, чтобы получить разрешение. Он также был безжалостен и проложил себе путь в Великую пирамиду с помощью взрывчатки. Он должен был знать, что пирамида когда-то считалась священной для египтян, но у него не было никакого уважения к такому удивительному чуду света. Они не сомневались, что он использовал бы порох, чтобы взорвать свой путь в собор в поисках потайных ходов. Он не только искал удачи в своих поисках, но и был полон решимости доказать свою веру в то, что все творения началось всего шесть тысяч лет назад, как указано в Библии. Помимо свидетельств эрозии, позволяющих датировать сфинкса, Роберт Бьювал смог установить дату строительства трех пирамид в Гизе, поскольку их расположение должно было точно совпадать с расположением звезд в поясе Ориона. Примерно в 10 тысяч 450 лет до нашей эры, это хорошо согласуется со временем, когда паводковые или тропические дождевые воды затопили сфинкса. Исследователи с Джерри Кананом подготовили главу в книге о созвездии Орион и его связи с другими пирамидами и древними памятниками по всему миру. Они указывают на то, что сфинкс должен был смотреть прямо на Солнце, восходящее над восточным горизонтом, и на созвездие Льва в эпоху 10 тысяч 500 лет до нашей эры. Это означает, что у нас есть три взаимосвязи между сфинксом и пирамидами Гизы и очень влажным климатом в один и тот же момент времени. В тумане времени мы не понимаем деяния древних допотопных цивилизаций, из-за страха изменить историю. А я с вами уважаемые друзья увижусь в следующем видео, и спасибо вам огромное за лайки и подписку и увидимся на руинах, и я желаю вам удачи и здоровья, и приходите, пожалуйста еще.